МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семилетний школьник умер в больнице. Делом занимается следственный комитет. Нашел кабель простой, алюминиевый, или он медный был, я не помню. Подозреваемый в убийстве Хаски рассказал, как расправился с четвероногим. Обвиняемый загладил материальный ущерб, причиненный повреждением автомашины. Дело Челябинского стрелка по скорой отправили в суд. В Копейске возле школы избили 13-летнего подростка. По словам родителей мальчика, на ребенка напала компания из 20 человек, тоже подростки. В нашем распоряжении есть видео самого момента ЧП. Да не надо меня бить, если нет. Еще! Бей, бей, догоняй. Иди сюда, иди. Не слушают и избивают. Школьник оказался один на один с большой компанией сверстников. Просит не бить. Все, никто тебя не трогает. Не, не, иди сюда. Я у меня еще к тебе раздорую. Пошли, что это? Иди сюда, иди сюда. Ими партийку, ими партийку. Пацаны, это не надо, пожалуйста. Иди сюда. Я не говорил, какого? Я не говорил про вас такое, я отвечаю просто. Пацаны, иди сюда, тема. Броя такая. Ну, нормальные пацаны, я вас знаю. А почему ты сейчас отритаешься, что такого не было? Дай! Слушай, ногами, ты знаешь? Все, встанет. Судя по видео, компания ребят обвиняет подростка в том, что он плохо о них отозвался, но тот все отрицает. Мы связались с родителями пострадавшего школьника по их словам. Им о причинах ЧП сын не рассказывает. Об этом инциденте отцу пострадавшего сообщили в школе, где учится мальчик. Мне позвонила классный руководитель, сказала, вашего сына 20 человек потащили и бьют. Она побежала следом искать их. Я тут же сел в машину, поехал. Ну, я приехал, он уже был в крови, в синяках, грязный весь. Мы поехали в полицию снимать побои в больницу. Заявление у нас приняли. Ребенок находится сейчас дома. Ну, идет на поправку. По предварительным данным, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Ушибы, синяки, следы от удушья. Вчера было осложнение, стал плохо видеть глаз, плохо слышит на одно ухо. Будем сходить к врачу, наблюдаться. Теперь этим делом занимаются правоохранители. Напомню, это уже не первый случай. Два месяца назад в Златоусте подрались девочки, и это также попало на видео. Четыре школьницы махали кулаками в кругу сверстников под подбадривающие крики. Тогда школьницы устроили драку из-за мальчиков. В том случае обошлось без травм. А в Нагайбакском районе несколько школьников упали в обморок на утренней линейке. Всего на тошноту и головокружение, першение в горле и слезоточивость пожаловались 12 детей и трое учителей. Подростков забрали в больницу, однако диагноз оказался ОРВИ. Специалисты регионального Роспотребнадзора пришли к выводу, что обмороки спровоцировала неисправная вентиляция. Они взяли пробы воды и воздуха в учебном заведении, но отклонения от норм не выявили. Во время проверок дети в школу не ходили. Ситуацию в школе обсуждали на штабе комиссии по чрезвычайным ситуациям. В итоге принято решение уроки возобновить и начать реконструкцию вентиляции. Если сделать это не удастся, то районные власти будут устанавливать новую. При этом в школе, чтобы не допустить повторения, ЧП будут делать проветривание. В этот день, так же, как и всегда ежедневно, с 8 часов до 15-9, в течение 15 минут у нас осуществляется сквозное проветривание. На первом этаже мы открываем двери эвакуационных выходов и тамбура. Поэтому в этот день было это проветривание сквозное осуществлено. Однако это не помогло. 6 апреля на утренней линейке в Арсинской школе упали в обморок два ученика. Затем стали поступать новые жалобы на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру и слезоточение. Все окна в школе пластиковые. Однако многие из них открываются с трудом, так как были установлены с 2004 по 2009 год. Поэтому в полной мере проветрить помещение просто невозможно. Сегодня то же самое. Приняли решение, что мы определимся по количеству окон, которые нужно будет поменять, вот именно чтобы конструкция соответствовала тому, чтобы можно было здание проветривать. Кроме этого, на заседании было принято решение засыпать школьный подвал, так как там постоянно в весенний период скапливаются грунтовые воды. И одной из первых версий обмороков было превышение концентрации метана в цокольном помещении. После анализа проб воздуха это не подтвердилось. Однако комиссия решила, что все же нужно работать на опережение. А в Миасе 7-летний школьник умер в больнице. После этого в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи обещают проверить врачей, которые занимались лечением мальчика. А мы тем временем пообщались с его родственниками и вот что они нам рассказали. По словам матери, у мальчика сначала заболела голова, из-за этого ребенок не пошел в школу. Пробыл дома один день, но следующим утром ситуация ухудшилась. Во вторник, когда нужно было в школу, уже я его будила утром, 9 часов 7 утра. Он заплакал, что у него болит голова, что у него болит шея. Я включила свет и увидела, что у него шея вся отекшая. Он не мог встать, попросился в туалет, он не мог встать. Я его поднимала так двумя руками за голову, держала, что ему было больно голову и шею. Рассказывает, температура была почти 40, вызовли врача, дальше несколько дней на антибиотиках и в итоге госпитализация. Затем, по словам родственников, была череда неподтвердившихся диагнозов. В итоге мальчик умер в больнице и теперь этой историей занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации причинение смерти по неосторожности вследствие не надлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Сейчас короткая реклама, смотрите во второй части программы. Нашел кабель простой, алюминиевый или он медный был, я не помню. Подозреваемый в убийстве Хаски рассказал, как расправился с четвероногим. Обвиняемый загладил материальный ущерб, причиненный повреждением автомашины. Дело Челябинского стрелка по скорой отправили в суд. Когда молчать нет сил, ты выходишь на бой. Здесь нет победителей и проигравших. Судьбу раунда решаешь только ты. Пришло время разобраться. Здесь совершаются не на кулаках, а на словах. Это будет самый горячий раунд. Вы готовы? На набережной реки Миас в Челябинске жестоко расправились с собакой. Животное было подвешено к камню за шею. Шкура была снята. Полиция задержала подозреваемого в этом преступлении. Вот тот самый подозреваемый дает показания в полиции. Нашел кабель простой, алюминиевый или он медный был, я не помню. По-моему, алюминиевый. Ну и все. Петлю сделал, и все. То есть способом удушения, что ли? Да. А не от нас какой целью? В Казахстане жил, а в Казахстане много собак переловили. Тоже было дело. Как бы это, как бы это, не знаю, нормально считается. Ничего там, я считаю, ничего плохого. Вы что хотели сделать-то? Ну, убили вы собаку, чего бы ей бросили, пошли дальше, что ли? Нет. А для чего тогда? Ну, какие-нибудь, пускай это, не знаю, шашлык, не шашлык. То есть пищу? По-любому, да, приготовил бы. Мужчина вернулся на место преступления за телом животного. И в этот момент его увидели зоозащитники. Им подозреваемый рассказал, где взял собаку. Я забираю вещи. Подождите, вы эту собаку купили для того, чтобы съесть? Конечно. Сейчас просто разделать нам негде было. Вчера на такси приезжали. А у кого вы купили? Подожди, подожди, как на такси? А что, посадили на такси собаку или что? Вы у кого ее купили-то? Я не пойму. Пацанами работали. Долгодеревенская? За работу нам нечем было. Долгодеревенская? Да. Нам нечем было заплатить, короче. Мне, мне нечем было заплатить. Вот пацаны сказали, забирай. Все, свое дело. Что хочешь, все делать. Мы связались с волонтерами приюта для животных, которые сняли это видео. И вот, что они нам рассказали по телефону. С его слов, у него уже более ста убитых собак. С его слов он хотел съесть. Остальных он якобы продавал нам мясо в различные шармичные города. Кроме того, волонтер рассказала, что эта собака вовсе не хаский, пес породы маламут. Сейчас тело Четвероногого отправлено на экспертизу, а сам подозреваемый задержан, но пока за другое нарушение. В отношении данного иностранного гражданина составлен административный протокол в соответствии со статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение правил режима пребывания на территории России. В настоящее время, в соответствии с решением суда, правонарушитель помещен в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства Главного управления МВД России по Челябинской области. Там подозреваемый будет находиться до окончания проверки по факту убийства собаки. Напомню, труп животного со снятой шкурой был найден на набережной реки Мяс. Дело Челябинского стрелка по скорой направлено в суд. 19-летнему обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что молодой человек признал свою вину. Об особенностях этого дела нам рассказали в прокуратуре Калининского района. Как пояснил обвиняемый, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с оружием в руках, увидел врачей, решил их испугать и открыл стрельбу по врачам, впоследствии по машине скорой помощи. В настоящее время обвиняемый загладил материальный ущерб, причиненный повреждением автомашины, принес извинения потерпевшим. Уголовное дело направлено в суд. Напомню, все произошло в ночь на 23 марта. Фельдшеры бригады скорой оказали помощь пациенту на улице Набережной. Когда вышли на улицу, услышали выстрелы. В итоге никто не пострадал, но автомобиль получил повреждения. Разбился стеклянный люк и весь салон был усыпан осколками. Авария с такси в Челябинске. ДТП с двумя большегрузами подошло и подросток, погибший под колесами легковушки в Бакале Саткинского района. Все эти аварии произошли за минувшую неделю. Итоговую подборку для вас подготовил Константин Гришенков. Эти кадры сделаны в городе Бакал Саткинского района. Здесь водитель Hyundai сбил 17-летнего молодого человека. Совершил наезд несовершеннолетнего пешехода, двигающегося по краю проречасти в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте. Выяснилось, что водитель иномарки был пьян и к тому же еще до этой аварии лишен водительского удостоверения. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пьяный бесправник может на два года оказаться за решеткой. На трассе М-5 подошой столкнулись два большегруза. Судя по кадрам, один из длинномеров перевозил микроавтобусы и один из них улетел в кювет. По данным МВД, столкновение было лобовым. Травмы получили оба водителя. Мужчин забрали в больницу. Точные причины пока устанавливаются. На Свердловском проспекте в Челябинске в аварию попало такси. По данным ГИБДД, автомобиль ехал прямо, когда его протаранила Тойота, которая поворачивала налево на перекрестке. Пассажир такси скончался на месте. Сам таксист и двое пассажиров Тойоты госпитализированы. Водитель Тойоты лечится дома. Приговор вынесли виновнику аварии со скорой на автодороге Южноуральск-Магнитогорск. Следующие два года мужчина проведет в колонии поселений. Кроме того, около 800 тысяч он заплатит потерпевшим за моральный и материальный ущерб. Напомню, эта авария произошла в июне прошлого года. Водитель Мерседеса, совершая обгон, столкнулся со скорой, ехавшей в попутном направлении. Оба автомобиля оказались в кювете. Скорая опрокинулась, а иномарка и вовсе вспыхнула. Травмы получил водитель медицинского автомобиля. Мужчина скончался в больнице. Константин Гришенков, ОТВ Раздеваться за рекламу запретили. Акцию златоустовского фастфуда признали непристойной. Антимонопольщики привели проверку и установили. В кафе быстрого питания действительно выдавали бесплатный завтрак, обед и ужин тем, кто придет в заведение без одежды. А это нарушение рекламного законодательства. Напомню, рекламу разместили в социальной сети в декабре прошлого года. Прийти без одежды за едой решилось несколько смельчаков. Как сообщают в Уфас, нахождение человека без одежды в общественном месте неприемлемо с точки зрения нравственности и морали. Кроме того, появление в общественном месте в голом виде может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. Теперь общепиту выдано предписание о прекращении распространения такой рекламы. В антимонопольной службе обещают возбудить административное дело. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдрева. Увидимся на телеканале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин